Итак, за последние пару месяцев Байден постоянно говорил о Путине три вещи. Он злой, он сумасшедший, и мы собираемся убить его. Или отстранить от должности и привлечь его к ответственности в ГАГе по обвинению в военных преступлениях. Так все же, что происходит, когда вы заставляете кого-то сумасшедшего и злого чувствовать угрозу его жизни? Ну? Сегодня заместителя министра иностранных дел России спросили о возможности применения России ядерного оружия. Он не стал этого исключать. Так может нам пора забеспокоиться? Вот администрация Байдена не беспокоится. Сегодня Байден отправляет в Украину еще 8 миллиардов долларов, которые помогут выплатить зарплаты украинским бюрократам. Тем самым бюрократам, которые купили его сына-наркомана. Тулси Габбард, бывшая конгрессвумен штата Гавайи, и она с самого начала говорила, погодите, ставки высоки. Похоже, вы были правы, конгрессвумен. Да, Таккер. Политика, слова и действия администрации Байдена очень ясно дают понять, какова их настоящая цель. Их настоящая цель — разрушение российского государства. Всего несколько дней назад мы слышали, как министр обороны Остин как бы проболтался о нашей настоящей цели, когда он сказал, и я цитирую, «Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, что она не сможет делать то, что она делает, и вторгаться в Украину». А это означает полное уничтожение России как государства. Чего он не сказал, так это того, что Россия также очень ясно дала понять, что если мы приблизимся к, цитирую, победе и достижению этой цели, у них не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к применению ядерного оружия, начиная с тактического ядерного оружия, а при необходимости переходя к применению стратегического ядерного оружия. Говорить об этом не нагнетание страха. Американский народ должен знать, что это путь, на который нас поставила эта администрация, и у него есть последствия для наших семей, наших сообществ, нашей страны, и, откровенно говоря, всего мира, который следует ожидать, если мы продолжим идти по этому пути. Это реальность, с которой мы столкнулись. Они ведут себя так, будто Путин какой-то неграмотный пастух, которому можно просто диктовать условия. Этот парень управляет страной с шестью тысячами ядерных зарядов, они это понимают? Я бы хотела надеяться, что президент Соединенных Штатов, министр обороны и госсекретарь Блинкен понимают это, потому что нет никакого иного объяснения их действиям, решениям и их политике, ведь она напрямую угрожает жизни и благополучию американского народа. Откровенно говоря, не только американского народа, ведь если мы продолжим в том же духе, то и всему миру. Я думаю, что еще не поздно, чтобы, по милости Божией, мы, люди, смогли остановить это, пока не стало слишком поздно, приняв меры и убрав поджигателей войны, которые находятся в Конгрессе. Фактически проголосовав и избрав лидеров, которые предпримут действия, которые положат конец этому безумию до того, как мир будет разрушен. Я думал, что назначение Камелы Харрис было самым безрассудным поступком. Что ж, вот он, самый безрассудный поступок. Вы это предсказали, и я надеюсь, что каким-то образом вы будете вознаграждены за это. Толси Габбард, спасибо. Спасибо.